Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про то, как можно использовать объектно-ориентированное программирование на языке Луа в ваших проектах. Я расскажу вам о библиотеке, которая называется Middle Class, которая как раз реализует объектно-ориентированное программирование для Луа. Аналогичных библиотек много. Это моя любимая. Она позволяет получить примерно такой же подход к написанию программ, как вы привыкли на C++, Java, Ruby, автор библиотеки, Энрике Гарсия под псевдонимом Кикита. У меня уже есть 4 урока, можно сказать, для начинающих. Я ребятам рассказываю, как писать игру. Мы вместе пишем игру с множеством движущихся врагов, объектов с различным поведением и несколько игроков на экране. Можете посмотреть потом эти примеры. Здесь я не буду вам рассказать про принципы объектно-ориентированного программирования, что это такое, про преимущества. Хотя во время рассказа я, конечно, затрону основные принципы ООП. Абстрагирование, инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Такие классные штуки. Когда вы разберетесь, вам должно быть они понравятся. Итак, вот здесь есть адрес, откуда взять библиотеку Middle Class. Также ссылки будут в описании видео. Ну давайте приступим по порядку. Что тут нам Кикита представляет? Так, какой-то быстрый пример. Окей, у меня он уже есть. Zero Brand Studio набран. Так, видите, я подключаю библиотеку первой строчки Middle Class. Она у меня же скопирована, в этой папке лежит. Стандартным способом, как это делается ООО. Local Class. Так, теперь в классе у меня есть библиотека. Итак, ну вот давайте небольшой примерчик. Мы должны создать класс персона. Допустим, человек. Запускаем наш класс. Указываем имя класса. Обычно он совпадает с той переменной глобальной, в которой у вас будет храниться этот класс. Итак, персон присвоить класс персон в кавычках. Ну, тут вот есть примечание, что можно создавать класс еще и вот таким способом. Что мы здесь видим? Вызывается функция создания класса. Класс. Имя класса идет. А вторым аргументом это указывается суперкласс. Как бы предок этого класса. Но вы знаете, по умолчанию у нас предком будет являться объект. А здесь мы его указали вручную. Также есть вот такой вариант создания нашего класса. Но я рекомендую не заморачиваться, а использовать вот такой вариант. Итак, класс создан, но он у нас пустой. Давайте создадим нашему классу метод, который будет вызываться при создании уже объектов этого класса. person, двоеточие, insolize, имя. В данном случае имя нашего человека. Вот мы создали класс человека. Вот когда мы создаем какой-то объект, экземпляр, объект человека, мы хотим этому человеку дать имя. Ниже в примерах вы увидите, как мы это создаем. Итак, аргумент name присваивается переменной, которая хранится внутри экземпляра нашего класса. Мы должны все такие переменные предварять ключевым словом self. self.name Итак, конструктор нашего класса готов. Ну давайте сделаем, чтобы наш человек какие-то действия мог делать. Ну в данном случае говори, speak. Создаем метод speak. Пишем function, имя класса, который мы придумали, двоеточие, имя метода speak, скобка-скобка. Ну здесь у нас очень простой метод, который говорит, привет, я такой-то. Здесь подставляется имя, которое мы дали экземпляру, этому объекту при создании. Так, ну я считаю, что класс человек у нас уже готов. Так, дальше идет у нас класс, который называется взрослый человек. Итак, agedPerson, присвоить класс agedPerson в кавычках. И здесь мы указываем вторым параметром ссылку на наш родительский класс. А родительским классом у нас будет у взрослого человека просто человек, потому что и взрослый человек, и невзрослый человек, они все равно являются человеком. И если мы создаем таким образом новый класс взрослый человек, agedPerson, у нас автоматически в этом классе наследуются все методы. Ну ладно, про этот метод я не говорю, он не наследуется. У нас в данном случае один метод говорит. Так что если мы создадим объект класса agedPerson, он у нас автоматически уже сможет использовать метод speak, который был создан в родительском классе. Так, дальше, что мы... Следующая строчка, это вот интересно. Мы записываем статическую переменную класса. Ну, если вы будете... Ну, скорее всего, вам нужно про объектно-ориентированное программирование почитать. Могу сказать, что статические переменные, они... Ну, как бы сказать, шарятся. Они одни и те же среди... Среди экземпляров. Уже среди объектов данного класса созданного. Ну, в данном случае у нас константа. Константа. Возраст совершеннолетия. Мы должны, если мы хотим создать статическую переменную, мы должны писать имя класса, точка статик, точка имя переменной, которую мы придумали. Почему она здесь заглавными буквами написана? Потому что есть такое соглашение в Луа, что большими... Ну, заглавными буквами мы пишем константы. Константа это переменная, в которой никто не имеет права менять значение. Вы, конечно, можете изменить, потому что это Луа. Но это уже будет неправильно. Так, дальше. Создаем конструктор. Конструктор это такой метод, который вызывается при создании нового экземпляра, нового объекта нашего класса. Так, ну что мы видим? Что у человека был аналогичный конструктор. Incelize. Это, кстати, ключевое слово. Мы всегда его должны писать. Конструкторы. Так. Incelize. И здесь мы давали человеку только имя. Возраст человека. Так что мы могли создать человека, и у каждого человека был непонятно какой возраст. Следующий наш класс, он уже позволяет давать не только имя человеку, но еще и возраст записывать. Так, ну чтобы мы не повторяли вот этот код, мы просто вызываем конструктор нашего родительского класса. А родительский класс нашего aged person, взрослого человека, вот, является, им является просто person class. Таким образом, нужно вызывать конструктор родительского класса. Запомните, здесь нужно обязательно написать self первым аргументом. Потому что мы вызываем без двоеточия. person.incelize.self.name Ну, ладно. Имя у нас уже записалось в переменную с помощью конструктора нашего родительского класса. А здесь мы присваиваем уже возраст. Возраст заносится в self-age. Так. Ну и что? Теперь мы пишем метод для нашего взрослого человека. Когда мы попросим взрослого человека сказать нам привет, он скажет привет. Первой строчкой мы вызываем метод нашего родительского класса, который уже был определен в родительском классе. Так. И здесь обязательно нужно указать self. Ну, а дальше мы можем уже дописать вывод информации. Я несовершеннолетний или я уже взрослый, используя переменную self-age, которая хранится внутри объекта нашего класса. Так. Ну и вот мы уже подошли. Мы описали два класса. Напрямую мы не создаем объекты класса Person. Мы сразу уже создаем два объекта. Класса HPerson и второй объект у нас тоже HPerson. Так. Как же создавать объект данного класса? Пишем имя нашего класса, который мы уже описали. Двоеточие new. И передаем ему два параметра. Эти параметры попадают в конструктор. Вот. В конструктор, у которого имя всегда у нас должно быть insalice. Ну, вы тут не путайте. Здесь у вас, видите, имена отличаются. Я немножко позже, наверное, и коснусь, почему у нас создание, у создания экземпляра, объекта экземпляра класса, имена конструктора отличаются. Ну, во-первых, это обусловлено тем еще, что во многих языках используется new для создания экземпляра, чтобы было привычно и естественно. Итак, мы создали один экземпляр Гриша Хулиган, 13 лет. Так, тут у меня написано, как можно еще создавать. Да, можно new опускать, можно не писать двоеточие new. Пишем просто имя нашего класса и передаем ему параметры. Ну, такой вид при чтении кода, если у вас будут другие люди читать, они поймут, что вы создаете экземпляр. Экземпляр класса такого-то. Так, итак, у нас два человека, они в двух переменных. Объект Гриша в P1 и объект Luke Skywalker в P2. Давайте запустим, посмотрим, что они у нас сделали. Так, ну, вот здесь мы вызываем у нашего первого объекта метод speak и у второго объекта speak. Ну, все отлично. метод age person speak он воспользовался, вызвал метод нашего родительского класса, с помощью чего он поздоровался, сказал привет, привет. И дальше уже добавил что-то новое, которое находится, воспользовался данными, которые находятся только внутри уже этого класса. А здесь у нас дополнительные данные, видите, возраст age. Ну, вроде бы все понятно. По крайней мере тем, кто знаком с объектно-ориентированным программированием. Так, ну давайте дальше, что у нас по порядку идет. Это было такое быстрое введение в объектно-ориентированное программирование с помощью middle class, без всяких нюансов. Так, что за соглашение по именованию переменов. Так. Ну, тут у меня будут, конечно, кальки с английского, потому что я спешу. Так, ну, при работе с middle class автор рекомендует придерживаться таких соглашений, что классы и пекаджи. Пекаджи должны быть названы маленькими буквами и слова должны разделяться в подчеркивания. Вот пример такой. Пекадж такой-то, подчеркный. Имена классов и миксинов должны начинаться с заглавной буквы и использовать camel case. Это означает, что каждое слово отделяется от следующего заглавной буквы следующего слова. Так что, если бы у нас здесь было слово не camel case, а super camel case, маленькими буквами писалось бы super, потом camel был бы с большой буквы и case с большой буквы. А, ну, вот у нас есть пример myclass, mymixing. Так, ну, написано, что есть небольшое исключение из этого правила, что когда класс описан внутри какого-то пекаджи, в данном случае он может быть определен вот так. Видите, написано package.myclass. myclass. Ну, и другое исключение для внутренних каких-то классов, которые определяются уже внутри классов. Ну, вот мы видим тоже, что camel case не здесь не играет роли. Так, атрибуты, экземпляры и константы. Атрибуты должны начинаться с маленькой буквы использовать camel case. Ну, вот такой пример. Здесь, в данном случае, это имя нашего класса. А имя атрибута вот оно идет с маленькой буквы. Так. Можно в некоторых случаях использовать начальный символ подчеркивания, если он идет в начале нашего слова. Вот, например, myClass, myClass и private attribute. Начинается с подчеркивания. Переменные, которые ссылаются на экземпляры класса, должны начинаться с маленькой буквы и тоже должны следовать camel case. Вот, например, при создании класса, мы уже в быстром примере мы это уже видели, myInstance в данном случае переменная, в которой уже будет храниться экземпляр, созданный экземпляр нашего объекта, созданный вот этим классом. Вот, речь сейчас идет про вот это имя. Действительно, надо всегда в вашем тексте отличать класс от экземпляра, от объекта. Класс всегда у нас начинается с большой буквы, чем и отличается. Далее, ну а константы должны быть все заглавными написанными. И можно использовать подчеркивание символ подчеркивания. Ну вот, пример такой. MyClass и в нем какая-то константа хранится. MyConstant Ну, и здесь такой совет, что приватные атрибуты должны начинаться с символа подчеркивания. Вот интересно, в книжке Палуа тоже есть такая рекомендация, что можно начинать какие-то имена с подчеркивания, но, тем не менее, это не рекомендуется делать. Там же написано. Так, методы. Ну, кто знаком с OOP, те знают, что методы это такие функции, которые лежат внутри нашего класса. И далее, потом они лежат как бы уже внутри каждого экземпляра этого класса вместе с переменными, с какими-то данными. Так, методы должны начинаться с маленькой буквы и тоже следовать camelCase. Ну, это понятно. Ну, и рекомендация. Всегда не надо использовать просто для getter и setter неважно для чего, а какие-то короткие имена методов. Старайтесь сразу туда добавить глагол. Например, getX значит получи X, setX значит установи X. так когда вы создаете какие-то методы, то при создании пишите function myclass имя вашего класса двоеточие используйте двоеточие для того, чтобы сюда автоматически подставлялся self у меня есть там урок про вот этот синтаксический сахар двоеточие или точка ставить когда ставить self когда не ставить self такая запись мне кажется довольно симпатичная она выглядит очень похоже на то как определяются методы в других языках программирования так это сейчас была речь про методы объекта про методы экземпляра объекта нашего класса а если мы говорим об методах класса который один на все порожденные потом объекты от этого класса то мы должны использовать специальное специальный такой префикс static мы будем писать так myclass точка static двоеточие и название какого-то метода вот ну и опять написано что если у вас есть какие-то приватные методы которые вы хотите спрятать используйте первым символом подчеркивания так имена файлов ну в целом имена файлов маленькими буквами и можно разделять слова подчеркивания что-то мы не совсем об ООП говорим так давайте про миксины расскажу такая классная штука которой может быть нет в некоторых реализациях объектно-аритированного программирования во-первых для луа многих нет можно это делать вручную потому что луа очень гибкий язык ну если вы поймете что это просто классная штука так миксины у меня миксины тоже есть давайте запущу что у нас тут делает смотрим первая строчка подключаем наш middleclass теперь теперь создаем некий миксин это 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 не класс это ну даже не миксин это такая штука как бы общая функция которую мы можем подключить к любому из созданных классов например ну пример тут хороший мы сейчас его разберем а пример такой например вы делаете игру и у вас там все юниты умеют ходить ну а некоторые юниты летающие ну кстати здесь это это примерный будет давайте будем следовать этому примеру так что есть какой-то метод fly лети в данном случае нужно описывать его так так как этот метод не принадлежит никакому классу поэтому мы пишем просто внутри таблицы присваиваем функцию с определенным определенному имени и передаем self ну кстати так наверное не очень хорошо передавать self я бы здесь писал бы не self а вот так self потому что некоторые редакторы луа которые умеют проверять ваш код перед тем как вы запустите программу они здесь могут вам показывать предупреждение что вы скорее всего что-то забыли но тем не менее луа это гибкий язык все будет работать и так и так это какой-то кусочек кода в данном случае код летания летания существа которое мы потом внедрим как вирус внедрим в разные существа вот у нас есть класс animal животное здесь есть класс насекомое почему-то оно у нас является потомком животного ну ладно хорошо но тоже насекомое живое далее создаем еще один класс червяк червяк у нас уже потомок класса насекомое и создаем класс пчела тоже потомок от класса насекомое инсект ну червь летать у нас не умеет крылышек у него нет а у пчелы есть крылья и мы добавим как бы замиксуем внутрь уже созданного экземпляра объекта экземпляр класса инсект мы в него внедрим набор методов здесь может быть не один метод а их может быть несколько и плюс мы можем внедрять разные свойства что-то для летающих объектов что-то для тех кто имеет иммунитет например к яду ну и так далее и так мы замиксовали с помощью миксина добавили в экземпляр нашей пчелы господи извините не в экземпляр мы создали класс пчела так что все экземпляры которые будут созданы потом от этого класса пчела все будут иметь замиксованный вот этот модуль с методом flight так mammal это у нас млекопитающее оно у нас тоже происходит от животного наверное все правильно так лиса fox fox у нас от млекопитающего происходит так крыльев нет но оно млекопитающее летучая мышь летучая мышь тоже млекопитающая но оно имеет крылья поэтому мы в созданный класс bet мы замиксуем с помощью include это ключевое слово которое вы должны использовать если пользуетесь middleclass итак замиксовали модуль с методом и теперь можем создавать класс кстати вот простое создание до этого я показывал что можно не писать имя класса двоеточие new вот здесь очень просто ну вот здесь у меня написано что можно и вот так создать можно и вот так создать итак у нас в пчеле помните соглашение по именованию чтобы мы не перепутали в b с большой буквы это у нас хранится класс а b с маленькой это уже объект экземпляр данного класса ну а здесь мы запускаем уже нашу пчелу ну как запускаем вызываем метод fly и метод у летучей мышки вызываем fly ну все нормально они машут крыльями ну давайте теперь для чистоты экземпляра эксперимента попробуем создать еще лисичку fox обязательно с маленькой буквы так ну и здесь вызываем попросим нашу лисичку полетать это конечно не starfox ошибка так что метод у нас замиксован только класс b и в класс bet мы видим а здесь мы попытались вызвать метод fly а такого метода нет сообщения об ошибке которая нам middleclass сообщает в 29 строке ну хорошо давайте двигаться дальше так это мы сейчас разобрали как добавлять в классы какие-то модули с методами а тут написано что миксин и также предоставляют особую функцию называющуюся included эта функция вызывается в тот момент когда миксин ну когда мы примешиваем какие-то модуль с методами в существующий класс ну и в этот момент вызывается метод included и он позволяет нам поставить обработчик события вот два параметра так давайте будем разбирать на примере пример у меня тоже есть included итак подключаем middleclass создаем модуль кстати это другой метод вот смотрите как мы модуль создавали видите он написан ну конечно очень так привычно для любителей javascript ну если вы начинающий программист ну или если вы хотите чтобы ваш код более читабельный был то мы вот так создаем модуль в котором будут храниться методы которые мы будем подмиксовывать создаем модуль просто присвоив в него пустую таблицу а потом уже в эту таблицу мы добавляем с помощью вот такого синтаксиса function имя таблицы двоеточие ring это уже имя метода и какой-то у него идет параметр drinkTime так ну drinks coffee переводится на русский как пьет кофе и так метод модуль модуль у нас называется пьет кофе и в нем у нас есть метод drink пьет а здесь параметр drinkTime значит в какое время этот наш объект пьет кофе если drinkTime не равен переменной когда пьет переменной находится переменная класса когда так 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 я вижу этот синтаксис но это значит у нас тоже немножко я тут не понимаю почему ссылка на этот класс ладно наверное походу поймем в общем суть такая что если мы попросим вызовем этот метод для нашего объекта и попросим его выпить кофе в то время когда он не любит пить вот здесь у нас хранится время когда эти люди производные от какого-то класса когда они привыкли пить кофе дальше по примеру мы разберемся и она пишет если время не подходящее то вот объект возмущается что сейчас не время пить кофе если это удачный час то ну отлично обожаю пить кофе в это время так дальше мы внутрь нашего модуля добавляем вот этот метод про который я говорил included в included будет когда наш вот этот вот модуль куда-то примиксовывает в какой-то класс то в этот метод included будет передан наш класс а чтобы узнать имя класса вот пишем класс точка name пьет кофе в и далее берется переменная coffee time которая тоже хранится в этом классе который нам передали так ну давайте теперь создадим кстати чтобы вы хорошо разобрали со всем этим я вам советую брать эти все примеры и самим набивать запускать менять думать читать отдельно про объектно-ориентированное программирование ну или я вот уроки сделаю для начинающих так создаем класс англичанин englishman заносим переменную статическую значит переменная будет доступно для всех экземпляров этого класса englishman.static.coffee time 5 часов но это видимо в 5 часов англичане любят пить кофе по-моему они чай всю жизнь пили в 5 часов ну ладно так дальше примиксовываем миксином englishman two-it-oce include и мы включаем в него методы которые находятся у нас в модуле drinks.coffee drinks.coffee и создаем конструктор для нашего англичанина чтобы нашему англичанину какое-то имя задать при создании объекта от класса englishman так ну это простая функция понятно что переменную которая у нас будет храниться внутри нашего класса name мы присваиваем присваиваем тот аргумент который приходит в параметр конструктора нашего класса то же самое для испанца все то же самое но он пьет вот в 6 часов то же самое примиксовываем конструктор совпадает но так как это два разных класса то нам приходится повторять конструктор вот так ну а теперь мы уже два класса у нас есть англичанин и испанец и давайте создадим англичана англичанина тома переменная том присвоить имя класса englishman двоеточие new и имя мы ему даем том том и создаем в переменную guan присваиваем испанца все то же самое ну и давайте попробуем заставить тома выпить кофе в 5 часов потом guana попросим тоже выпить в 5 часов и попросим guana выпить кофе в 6 часов так так ну я вижу что давайте посмотрим откуда вот эта строчка берется англичанин пьет кофе в 5 часов ага в тот момент когда мы примешиваем в данном случае вот в этой строчке мы создали уже класс англичанин он у нас уже есть но в нем нет никаких методов он ничего про кофе не знает ни про какие методы вот мы занесли только 5 часов любимый и наконец мы к нему примешиваем с помощью миксина модуль где он уже умеет пить кофе так вот в этот момент когда мы делаем include вызывается included видите тут отличается когда мы делаем include вызывается included и вот у нас эта строчка напечатана англичанин пьет кофе в 5 часов так далее мы переходим к созданию класса испанец вот и вот здесь происходит include и у нас опять вызывается этот included тот момент когда мы что-то примешиваем если бы у нас несколько методов было не несколько методов если бы мы примешивали несколько различных миксинов модулей с различными методами в наш класс то каждый раз когда мы вызывали include чтобы новые какие-то порции кода примешать к нашему классу вызывалось бы если она конечно определена вы можете вот эту вот вещь просто не определять ну зачем я вот например в своих проектах я даже не знаю для чего мне это нужно вот ну в примере есть такая вещь может быть вам для какой-то инициализации может в этот момент вы какую-нибудь базу данных открываете подсчитываете какие-то данные или картинки загружаете с диска так ну а теперь вот первую строчку мы поняли что это это у нас в момент миксования примешивания методов вызвались вызвался included а как он у нас имя получил англичанин и испанец да все просто видите класс класс name у нас передается сюда класс вот ну уже из переданного класса мы берем переменную которая в нем хранится класс name ну и то же самое с переменной которая в которой хранится coffee time а дальше мы уже переходим к созданию экземпляров тут никаких экземпляров у наших классов не было вот теперь мы создаем экземпляр том от англичанина и экземпляр гуан от испанца и здесь мы уже запускаем три метода вот к этим трем методам относятся эти три строчки ну да у тома совпало что он пять часов любит пить coffee вот кстати если бы мы создали ну ладно не будем шутки сюда добавлять так да вот гуан не любит пять часов сработал сработал вот этот метод дринг точнее сработала вот эта проверка так но когда мы вызываем гуана просим его выпить кофе еще раз шесть часов то все нормально так надеюсь что-то более понятное про миксины чем они хороши еще раз объясню смотрите бывает что вы написали кучу кучу различных классов но они настолько разные например насекомые и млекопитающие не можете вы их сделать предками друг друга они у вас совершенно в различных ветках но тем не менее у них есть какие-то свойства например ходьба полет еще что-то поиск цели они общие и эти методы можно хранить уже в каком-то отдельном вот таком модуле это очень классно это просто здорово это сокращает количество кода так ну мета методы давайте посмотрим что за мета методы так ну мета методы позволяют делать всякие клевые штуки с объектами которые ну с экземплярами каких-то ваших классов например сложение можно между ними производить и так далее ну и вот тут у меня есть пример у меня он тоже где-то здесь есть мета метод который называется toString давайте запустим посмотрим что тут такое у нас так ага здесь у нас пропущена строчка мы не подключили middleclass надо будет какие-то сообщить пусть поправит у себя википедию свою так запускаем отлично все сработало так ну дальше у нас идет стандартный пример мы создаем класс точка класс здесь придумали для него имя точка и обычно оно совпадает point в предыдущем примере я русские названия писал чтобы красивый был вывод на экран так-то вы старайтесь конечно как у вас называется класс в какой переменной хранится так же такое же вы название сюда и передавайте потому что если будут ошибки выдаваться на экран будет выдаваться то имя которое вы здесь задали текстом понятно иногда можно конечно варьировать но лучше для того чтобы вам легче отлавливать ошибки делайте при создании класса имя такое в переменной где он будет храниться так ну и метод у нас есть метод ну это конструктор который вызывается при создании нашего экземпляров точки вот здесь мы сразу смотрим создаем экземпляр точка класса точки в скобочках два аргумента приходит x и y и вот заносим x в self x y в self y так ну а дальше идет мета метод мета метод вызывается в тот момент если кто-то хочет например при печати привести к типу строка вы понимаете что это совершенно никакая не строка у нас две переменные x и y в них какие-то у нас целые числа хранятся но тем не менее если какая-то функция извне попросит наш объект ну или вы по ошибке например ну тут конечно не по ошибке делайте просто print p1 что ж я говорю давайте-ка мы вот так сделаем закомментируем и посмотрим без мета метода понятно что это пишет при выводе на экран при печати middle class имеет свой уже предопределенный toString который просто если вы печатаете какой-то экземпляр объекта он пишет что это экземпляр класса с названием точка ну и для второго принта все то же самое а здесь мы свой попытались сделать полезный мета метод toString здесь он возвращает в виде строки видите тут у нас строчка она склеивается с помощью вот этих конкатинирующих двух точек подряд и давайте запустим да все отлично что когда у нас когда мы пытаемся напечатать ее строчку так ну а давайте например вот так попробуем print p1 p2 получится как строчки склеить две точки ага ну для конкатенации у нас для конкатенации у нас должен быть свой мета метод определен в принципе про мета методы у нас так ссылочка да вот про мета методы есть на луа users.org есть мета методы используются в табличках например можете почитать есть на русском языке книжки по луа но это не тема нашего урока но тем не менее классная штука для отладки вам может пригодиться например если вы делаете класс своего какого-то супергероя то здесь она может выводить в виде строки ну для отладки выводы отладки его имя там его очки здоровья и так далее так с примерами все и последний пункт у нас по-моему у кикито был приватные приватные штуки ну для чего это нужно это для того чтобы попытаться получить полную инкапсуляцию чтобы так как язык луа очень гибкий на самом деле вы можете залезть куда угодно и изменить какие угодно переменные чем вы можете испортить нарушить работу вашей программы и вы можете нарушить также работу каких-то внешних библиотек которые вы подключаете библиотеки протестированы там они прошли все тесты и так далее но несмотря на это вы их можете ну ладно это тоже не тема этого урока так что можно делать самый простой способ можно просто прятать переменные которыми вы пользуетесь ну атрибуты они называются атрибутами у нас я просто и методы иногда функции называю и атрибуты параметры иногда тоже называю переменными так мы можем ваши атрибуты называть с подчеркиванием вот а тем пользователям которым вы передаете ваш класс описание класса вы их просите использовать не обращаться напрямую к перемену которые параметрам класса а обращаться только с помощью методов так можно в классе внутри класса сделать какие-то приватные атрибуты приватные параметры это делается на самом деле очень хорошо каждый и это будет действительно полная изоляция они будут действительно приватными для этого нужно каждый класс хранить в отдельном файле и вот эти вот приватные атрибуты нужно их просто описывать в каждом файле как локальную переменную видите она не внутри класса без self мы обращаемся просто к какой-то локальной переменной которая находится внутри вот этого подключаемого как модуль файла а если мы хотим сделать приватные методы у экземпляра но все просто мы тогда эти методы не включаем внутрь описания нашего класса вот у нас есть какой-то класс мы его создали и создаем метод метод хранится тоже у нас в каком-то файле отдельном он так как это локальная функция локал почерк метод оно никаких имен класса мы здесь не используем чтобы внутрь класса не попало не попало этот метод вот но мы его тем не менее вызываем вот видите здесь у нас есть какой-то метод уже не приватный этого класса типа прокричи shout здесь классные слова и он будет кричать секретный метод ну там такое-то имя здесь пример если вы будете его разбирать что имя персонажа которого мы создаем в этом классе оно будет вызываться только из вот этого приватного метода секрет метод а в самом классе мы как бы не имеем к нему доступ видите вот здесь при вызове мы нигде не пишем это слово name мы просто вызываем наш приватный спрятанный от всех остальных метод секрет метод и он говорит что мое имя такое-то и у меня секрет но вы никогда его не узнаете ну отлично так какие еще могут быть приватные так так ну дальше уже идут вариации так приватные как сделать приватные параметры экземпляра класса тут тоже несколько методов как это сделать ну тоже предлагают например сделать какую-то локальную переменную которая будет только внутри этого файла обитать создаем метод таблицу написано что виктейбл так и уже при инициализации экземпляра этого класса при вызове конструктора когда-то мы new пишем то заносить все параметры вот как раз в эту табличку вот ну и мы сможем сделать тогда геттеры это как бы чтобы мы получали значение вот этих параметров без прямого доступа к ним так ну здесь это у нас обращение имя это у нас видите оно не приватное оно лежит так что берется просто так а приватное то к чему доступ должен быть только через вы поняли что вот здесь getName на самом деле мы можем чтобы получить имя мы можем написать так имя экземпляра класса которого мы создадим вот этого класса например а присвоить myclass4 скобка скобка вот мы создали например скобка скобка а там дальше идет имя возраст пол чтобы получить доступ к этому параметру name мы можем написать так a.name и все мы можем туда писать можем читать но зато мы никак не сможем какой доступ сделать прямое чтение возраста и пола только через вот такие геттеры так что у нас дальше есть а ну здесь уже вызывается пример как это все работает так написано частные члены в самом в одном и том же файле так ну есть еще один способ чтобы создать частных членов для а ну чтобы другие классы и методы в этом же файле который прям в этом же файле не могли получить доступ но это более сложный метод нужно создавать какую-то искусственную зону видимости и так далее так смогу я врубиться в этот пример может у нас урок уже заканчиваем так 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 ага ну вот я вижу действительно видите они сделали doAnd они инкапсулировали заперли определение отлично так что вот этот локальный секрет метод эта переменная живет внутри этого скопа doAnd ладно все понятно но этим я не буду пользоваться мне больше всего понравился вот такой способ вот я и пользуюсь так что еще нам там советует какие-то ну он нам советует все прочитать еще раз попробовать подумать для того чтобы получить все преимущества которые дарит нам гибкость языка луа но на этом урок я заканчиваю еще раз напоминаю что это не для начинающих обучения это я скорее пробежался по функциям методом middleclass и для начинающих у меня будут уроки по этому middleclass мы начнем с самого начала тоже на примере каких-нибудь кошечек собачек все это разберем на этом все подписывайтесь ставьте лайки всем пока